Итак, Кирилл Сарычев снова в деле. Он играюще жмет 310 килограммов. Но Кирилл на этом весе останавливаться даже и не думает. На этот день у него гораздо более грандиозные планы. Хотя в начале своего пути он был счастлив и поднятым 90 килограммам. Помню, как я пришел первый раз в зал к своему тренеру Михаилу Викторову Николаевичу. И поджал 90 килограмм при весе 75 килограммов. И я думал, он меня сейчас так похвалит, скажет, что я такой сильный. И он сказал, ну и что, что ты пожал? Пожал бы ты сейчас килограмм 150, 160. Я бы тогда сказал, что да, молодец. И большое ему спасибо за то, что он меня все это время не выделялся в битях. Наоборот, чтобы я не возгордился. И вот это, так сказать, доказать ему, что я действительно могу, очень большую роль сыграло. Но упрямство я многое вытащил. Возможно, то самое упрямство, о котором говорит Кирилл Сарчев, и позволило ему стать сильнейшим жимовиком мира. Но о том, как Кирилл изменил этот мир, мы поговорим чуть позже. А сейчас мы хотим с вами поздороваться. Всем привет! С вами Мария Тачинина. И сегодня вы проведете очередной понедельник вместе с видеоканалом «Железный рейтинг». Если вы уже заметили, это далеко не первый понедельник, который мы стараемся сделать для вас железный. В начале недели мы будем подводить для вас краткий итог важных мероприятий, прошедших минувшие выходные. Или поговорим о важных событиях, которые ждут нас впереди. Не могу обещать, что так будет получаться всегда, но мы будем очень стараться сделать так, чтобы рубрика «Железный понедельник» и другие наши программы выходили регулярно. Но хватит про нас. Давайте вернемся к тому моменту, который разделил мир на время до жима Сарчева и после. Итак, на штанге 335 килограммов. Столько в мире без экипы не жал никто. И сам Кирилл тоже не жал. С той легкостью, с которой наш герой, пожалуйте, 335 килограммов, даже на секунду заставили нас сомневаться, что это реально рекордный вес. А ведь этот результат на целых 7,5 килограммов больше предыдущего рекорда по жиму, который установил американец Эрик Спотта. Но к Эрику Спотта мы еще сегодня вернемся. А сейчас давайте послушаем захватывающую историю, которая предшествовала этому рекордному жиму. Летом ездил, выступал в Штатах. Там я пожал в первый день соревнований 290 килограмм. С лишним отличием, что там нужно было ступню держать полностью прижатую к ноге, к полу. И через два дня я еще пожал 30 килограмм. Но я понял, что я был гораздо готов на большее. Очень легко было. И мой друг Рома Ермашили как раз позвал в Белоруссию. Решил открыть представительство наших игроков. И я подумал, почему бы и нет, почему бы там не выступить. Но так служилось, что он решил эти соревнования перенести на весну. А я уже начал готовиться. Выбор был невелик. Я выбрал именно этот старт СНПРО. Как раз за 10 дней примерно до турнира, который я буду проводить. Что же за человек такой Кирилл Сарычев, если вот так вот играючи может совместить рекордный жим и организацию не просто соревнований, а чемпионата мира? Или он и не человек вовсе? Я скажу так. Я выезжал дома в 9, приезжал в 9 утра, приезжал в час ночи. Наверное, самое сложное всегда это собрать лучшее из возможного. То есть именно людей, которые тебе помогут, помещения. Когда ходишь и смотришь в разных федерациях, в разных людей, примечаешь что-то для себя. Смотришь как спортсмен, думаешь, я бы здесь делал это, делал это. Все это уложить в голове и сделать это все у себя, чтобы люди чувствовали себя комфортно, чтобы было желание поднимать, а не думать о том, что где им взять, там, пункт магнезин, там, нашатырь или что-то такие. Но если все так сложно, зачем Кирилл вообще взялся за создание новой федерации? Ну, жал бы себе и жал, и ставил бы новые рекорды. Я хочу, чтобы, в первую очередь, люди, которые заслуженные, сильные, которые положили всю жизнь на то, чтобы быть сильными, положили всю жизнь на наш спорт, чтобы они были действительно именитыми, и это их неименитость, она именитизировалась, чтобы они могли зарабатывать деньги. Естественно, я хочу еще, чтобы залезть на телевизор, именно на федеральные каналы, чтобы показывали наши люди. Я хочу, чтобы всех ребят, кто сильные, всех моих друзей, чтобы все знали во всей стране. Итак, цель на будущее номер два Кирилл для себя обозначил. А что же касается главной цели? Ну, и все-таки, чтобы рекорд мира абсолютный был в России, чтобы все знали, что самые сильные люди живут здесь у нас. Я поздравляю Кирилла, он установил еще один мировой рекорд. Скажу по секрету, что на SN Pro Кирилл Сарычев мог взять четвертую попытку и поднять еще больше. Но, видимо, у Кирилла есть какой-то коварный план. Давайте разбираться. Говорят, что к нему на чемпионат собирается приехать Эрик Спостер, который наверняка захочет побить новый рекорд Кирилла. Видимо, именно на этот случай Кирилл и припас в свою четвертую попытку. Но об этом мы узнаем уже совсем скоро. Ведь чемпионат мира WRPF пройдет уже в эти выходные в московском универсальном спортивном комплексе «Крылья Совета». Ну, а до этого времени не забывайте заходить на канал «Железного рейтинга» в YouTube и в нашу группу ВКонтакте. Ведь на этой неделе, по вашим просьбам, мы готовим полный отчет с Кубка мира по армрестлингу и 95-й выпуск «Железного рейтинга» под рабочим названием «Братья по железу».